Всем привет, с вами Аурум. Произошло невероятно значимое событие для всего русскоязычного сообщества игры Clash Royale, это правда. Сейчас я нахожусь на аккаунте Деспора, это глава клана Цистим, зовут его Олег, мой хороший друг, чувак, который неоднократно попадал в мои видосы, это чувак, который специально ради моих подписчиков, ради вас, держал сундук, не открывал, точнее, сундук на 15 тысяч карт целых 2 месяца, чтобы вас удивить. И теперь этот чувак находится на первой позиции в мире. Да, Деспор теперь лучший не только в Казахстане, не только в России, не только в СНГ, а вообще лучший игрок в мире. Олеж, я уверен, что ты смотришь сейчас мой видос, поэтому лично от себя хочу искренне еще раз поздравить уже публично теперь тебя с ТОП-1 мира, это реально крутое игровое достижение, то есть, в принципе, все мы играем в игру, чтобы получать какие-то свои локальные цели. Помимо того, что Деспор сейчас получил свою личную локальную цель, он получил глобальную вообще мечту многих игроков Clash Royale. Короче, красавчик, просто от души. Ну и, кстати говоря, мне пришла идея взять интервью у Деспора. Ну, реально, почему нет? Вы все время слышите от меня пересказы его объяснений, его истории и прочее. Ну, наверное, пришло время напрямую вам услышать его голос у меня на канале и услышать ответы на те вопросы, которые вы можете оставить под этим видосом. Ну и еще, ребят, давайте еще две фишки замутим. Я точно должен быть уверен, что вам интересно будет интервью, интересно будет Деспора послушать. Поэтому ставьте палец вверх, набираем, я не знаю, больше 20 тысяч лайков и я буду готовиться брать интервью у Деспора. Помимо этого, давайте запустим хэштег Деспортоп. Я уверен, что если он увидит много комментариев с хэштегом Деспортоп, ему будет очень сильно приятно. Ну, окей, как же все-таки это было? Вот так выглядит его лог. Мы видим, что очень много ничьих, то есть две ничьи подряд в глобале. Прям, ну, такая типа штука достаточно редкая. Деспорт говорит, что очень часто бывают ничьи. Все играют очень супер аккуратно. Да, еще забыл сказать, что в конце прошлого сезона тоже практически добирался до топа, потом его немножко слили. Сезон был закончен, то есть перед тем, как он ложился спать, он говорил, что где-то четвертое место было, но на каком там закончил, уже непонятно. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с просмотра последнего решающего поединка, именно с помощью которого он и занял топ-1. Я, как и вы, буду впервые видеть сероплей, просто не терпится, хочется на свежих эмоциях это все дело освещать, поэтому вместе с вами буду сопереживать. Ну, как мы видели, у соперника есть гиг, а три мушкетера, ледяной голем. В принципе, вот еще и один мушкетер. То есть здесь, в принципе, такая пушка лода, будем ждать, что будет происходить на двойном эликсире. Ну, а пока Деспорт с помощью молнии и хога очень-очень так сильно покоцал хп этой башни. Уверен, что соперник будет именно с этой стороны сейчас заходить, потому что эта башня покоцанная, гигом именно так играют, что идут с той стороны, где, ну, вот то, что я, в принципе, и говорил вангам. Айспирит на ход вперед, сразу Инферно, ну, точнее, Айспирит тоже был брошен специально, чтобы поставить уже без проблем Инферно. Соперник в спину бросает три мушкетера, и это, в принципе, сейчас будет очень потно, потому что, ну, вот кроме бревна, вот был бы фаербольчик, было бы офигенно, но у Деспора нет фаербола. Зато, смотрите, зато есть скелетики, скелетиками с помощью запа и скелетиков решается куча этого всего дерьма. Три мушкетера, гиг, все уходит, блин, во своясе, еще там, ну, в общем, круто. И теперь контратака, хог добегает, делает одну тыку, сейчас раздуплиться, сделает вторую тыку, две тыки, очень неплохо, 1500 хп остается на башне у соперника, и первое место уже приближается к Деспору. Не самая потная катка, как мне сказал Деспор, самые потные катки, наоборот, те, которые, в общем-то, ничьи, потому что люди, соперники здесь играют очень-очень аккуратно. Как только увидел сборщик, сразу фиганул молнией, нельзя давать сопернику ставить сборщика, это, по-моему, очевидно. Сейчас опять будет чувак из Новотурки заходить гигом с этой стороны, и будет делать все то же самое. Но я не совсем понимаю, вот зачем люди делают одинаковые поступки, когда у них не заходит. Вот не зашло же у него только что, он делает точно так же. Тактика Деспора, уверен, тоже при этом меняться особо не будет, хотя вот и видим двойной эликсир, но Деспор идет в контратаку по противоположной башне, а здесь, в общем-то, ждет. У него прям колода, как будто анти-колода против чувака, потому что, ну, все способствует тому, чтобы делать нагиб. Ну, реально, вот изи-изи катка, серьезно, вот просто очень легко. Опять Хог на контратаке по противоположной башне, здесь ждет. Ожидает соперника, и мы видим, мы видим, мы видим, что мы видим. Есть, законтрил трех мушкетеров, то есть все бросает, все, что есть. Вот почему я немного запнулся, потому что смотрел, что конкретно он бросает, потому что бросает очень быстро. Опять контратака по противоположной башне не проходит. Хог убирается в сборщик, здесь с этой стороны идет мушкетер. Деспер настраивался на молнию, ждал трех мушкетеров, трех мушкетеров почему-то не было. Идет по противоположной башне соперник, но вообще пофиг, ибо скелетики реально даже немножечко покоцали башню. И сейчас, я думаю, контратака будет, да, именно с левой стороны идет контратака Хогом. Бревно на всякий случай, Хог делает одну тыку, вторую, и, блин, молния, все. Хорош, и вот именно таким образом люди становятся топ-1 мира. Учитесь, короче. Порой у меня складывается впечатление, что в топе играют только кланы Nova. Вот опять открыл клан какой-то Nova. То есть Nova-1, какой-то китайский, скорее всего. Ну и чувака вы стопудово видели, это как бы V-Vendetta, да? Ну, скорее всего, не наш игрок с Clash of Clans, а именно... Ну, кто опять же знает такого игрока в Clash of Clans, а именно китаец какой-то V. Ну, где-то я его уже видел именно в игре Clash Royale стопудов. И, ну, очень много этих кланов прям удивляет. Итак, еще один поединок с топом. Этим поединком стоит, ну, в общем-то, хочу, чтобы вы понимали, насколько аккуратно играют люди. Вот немного неправильно бросил бревно, но точнее не предполагал, что здесь будет еще один гоблин. Поэтому пришлось потратить и бревно, и при этом еще и зап. Соперник играет мухами, скелетиками, шахтерами. Ну, как бы, в общем-то, суть понятна, да? Идет шахтер, потом куча мусора. Причем соперник ждет, пока его противник потратит. И вот, вот отличный проход! Хог прошел! Хог прошел что-то, чувак, протупил с инферно. Есть проход Хога, и более половины башни снесено. 1500 хп, это прям какой-то подарок судьбы. Соперник теперь понимает, что от Деспора можно ждать любых нежданчиков. Поэтому, ну, я не думаю, что он не успел. Он просто не ожидал, был нежданчик, и он как бы не ожидал, что будет Хог. Поэтому поставил инферно как-то очень так, ну, вот отсюда Хог... Видим, что отсюда Хог вообще не дотягивается. То есть, ну, ну, то есть Хог не агрится с этого угла на центральное инферно, когда он так стоит. Поэтому, мне кажется, ну, соперник как-то просто провтыкал, ну, из-за беспечности, что ли. Фиг знает. Но, опять же, здесь был неплохой проход, бесплатный выстрел от принцессы, еще и айспириты бегут. Ну, вот сейчас Деспор, кстати говоря, очень много выстрелов от принцессы. Вот еще один, ну, это ошибка, да, это ошибка, и за счет этой ошибки сугубо на принцессе и на двух айспиритах. Вы заметили, что вообще произошло? Тупо башни практически нет. Ну, и добивает уже с помощью гоблинов и шахтера башню. Но 752 хп на башню у соперника. Можно добегать. Молнией попытался порешать. Ну, 294... Вах! Отлично! Под бревно еще и принцесска полетела. Это тебе, принцесса, за снесенную правую башню. Скотина! Вот. Ну, в общем-то, отлично. И вот сейчас, когда мы видим, 23 секунды остается до конца, вроде бы соперники должны были жестко размениваться атаками, но оба выжидают. Деспор понимает, что забирает эту башню, что, в общем-то, ну, он и сделал, забрал. И видим, что соперник не спешит атаковать. Эликсира у него полно, но он ушел в все. Он ушел в деф. Вот, видим, инферно ставит. То есть, уже дополнительное время одна минута. И вот сейчас, ну, нет, ладно, размениваются все-таки атаками. Есть атаки. Но как только деспор пойдет в контратаку, соперник сразу тоже уходит в глухую, жесткую, непроходимую атаку. То есть, хогом здесь делать явно ничего нельзя будет. Потому что мы смотрим, только хог, сразу бревно. Но, так, нет, кстати говоря, инферно почему-то не поставил. Удивительно, почему. Ну, да, понятно. Печку поставил, еще инферно, 30 секунд. Сделать практически ничего нельзя. 1200 хп. Хотя, я думаю, что деспор разобрался бы, если бы было побольше времени. То есть, если было бы турнирное время, мне кажется, разобрался бы. Потому что, ну, 1256 хп, тут сугубо молнией можно было порешать. Ну, вот, 15 секунд остается. Да, все, чувак уходит реально в жесткий, глухой деф. Бревна, скелетики. Мне кажется, он сейчас вообще здание дефа понастроит. Нет, на последних секундах еще выбросил. Но вот такие ничейки, их очень-очень много в топе. Очень много. И что мы видим, что мы видим? Вверху моя колода, которой, в общем-то, я играл. Ну, как вы знаете, сейчас меньше играю ей. Но все же, реально, вот колода голем, дракончик. То есть, это как бы такая изи колода. Я уже много раз о ней рассказывал. Хотя, отдельного видоса, по-моему, лично у меня и не было. Потому что колода была в свое время настолько популярна, что о ней только ленивый не снял. В общем-то, суть этой колоды дождаться двойного эликсира и просто жестко запушить. Ну, и, конечно, задача Деспора идти по противоположной всегда башне. Ну, это всегда. Там, где толстый юнит, нужно идти по противоположной башне. У Деспора есть инферно, поэтому давить будет очень сильно. Увидим, что у соперника нет эликсира. Только начало поединка. Не позволяет Деспор ни пройти к башне, ни вообще ничего сделать. И еще и в плюсе по элику, насколько я понимаю. Самое главное против игры, вот такой вот колодой с големом, это не давать пушить, не давать ни в коем случае навязывать свою игру. В общем-то, Деспор увидел удачный момент после того, как соперник поставил сборщик эликсира. И, вау, практически. Еще бы одна плюшка от Хога была бы просто идеальной. И вот 1600 хп, причем вот средним пальцем, показываю, остается на правой башне. На Айс даже молнию Деспор не спешит юзать сейчас, потому что, ну, на этот сборщик уже смысла нет. Нужно ждать голема. Айс, блин, Айс. Ледяной колдун, ледяной маг выпускается из-за башни короля. Готовится Айс Спирит. Сейчас будет поставлена Инферно. И теперь главное прессинговать, прессинговать. Ну, отлично. В принципе, все супер, супер делает Деспор. Инферно сагрилась на голема. Дракончик. Ну, здесь чуть-чуть даже так как-то потно получается. Потно. Смог немножечко пропушить враг. Вот, отлично. Сейчас будет молния, я уверен, да? Молния есть? Есть молния? Нет, Деспор почему-то не юзает молнию. Решается идти именно Хогом. Не знаю, если честно, не особо знаю, почему он. Вау, ну, крутой ход. Ну, вот поэтому он топ-1 мира, а я, блин, в жопе мир. Потому что я бы бил молнией. А он решил просто пойти и забрать башню. Вот вам ответы на все вопросы. Так что как-то так. 26 секунд. Ну, да, все правильно. 20 секунд достается до конца поединка. Вместо того, чтобы заморачиваться на эликсиросборщик, Деспор просто пошел в жесткую, как бы, контратаку. Нагнул соперника. Все, что остается сделать, это 10 секунд. Ну, вот такой вот очень умный ход. Нужно еще даже пересмотреть, наверное, этот поединок. 6, 5, 4, 3. У соперника ни одного шанса. Goodbye. Так, ладно, меня это уже не удивляет. Nova 1. Само собой, других кланов в топе мира просто нет. Реально, больше никто не играет в эту игру. Только кланы Nova. Ну, и еще, что меня удивило, в этой колоде у чувака Коргик. Оказывается, в топе мира играют Коргигом. Это меня прям, ну, типа, прикольно, чё. Вот, я бы хотел реально посмотреть, как этот чувак играет Коргигом. Ну, действительно. Просто... Ну, как сказать, я иногда на своих кубках встречаю 13-ых Коргигом. У него тоже 13-ый Коргиг. Но ничего особо удивительного противостоять. Все научились, по-моему, Коргигу. Ни у кого уже, по-моему, не бомбит. Но да ладно, ладно, не буду... Нет, я не говорю, что Коргига так дерьмо. Я просто... Ну, меня удивило, вот. Вот и все. Идет контратака. Хога. Это отличный прикольный проход. Вторая тыка. И третья тыка. Три тычечки делает Хог. Отличный результат для Хога. Сразу можно было видеть... Ну, сразу было видно, что Хог просто шикарно проходит под этим мегамухом. И очень долго будет мегамух его убивать. Фу, прокачка у всех здесь. Тоже ничего удивляться здесь не стоит. Прям... Ну, хотя прикольно, да? Правда, смотреть просто прикольно, когда вот... Ну, ледяной колдун у Деспора не максимальный, как я уже говорил. Но соперник, по-моему, заряжен по максимуму. Вот готовится Коргиг. Не получилось у соперника сделать то, что он хотел. То есть огненные духи. Хотя, блин, ну вот немножечко даже получилось. Вот смотрите, вот этот конченый скелетик. Смотрите на него, да? Вот если бы не бревно, вот этот один скелетик навалял бы очень много этой башни. Вот такое тоже постоянно бывает. А сейчас, когда ввели клон спелл, еще чаще такая фигня будет происходить. Правда, реально искренне рад за Деспора. За то, что, ну, блин, затащил топ-1. Знаю, что давно хотел. Я уже говорил, что в прошлом сезоне практически был уже в топе. Можно было там удержаться, но надо там попотеть. Просто у нас по времени не очень получается. Ибо топ, насколько я понял, обнуляется где-то в 8 утра у меня по местному времени. То есть, в принципе, у Деспора где-то примерно так же. И всю ночь, грубо говоря, нужно задротить. Блин, ну, такая тема. Не всегда сможешь и не всегда удобно. В общем, блин, ребят, мне кажется... Я просто даже не знаю, что здесь сказать. Короче, Деспор топ. Хэштег Деспор топ. Об этом всем говорит. Еще раз, Олеж, поздравляю тебя. Ну, и на этой ноте, думаю, стоит заканчивать. С вами был Аурум. Подписывайтесь на канал. Всем удачки!